Большие новости с Андреем Шашковым на радио «Голос Берлина». В России вернулась к довоенному уровню ключевая ставка Центробанка. В Берлине стартует ежегодная биеннале. Осталась неделя до часа Х, 17 июня, когда Еврокомиссия должна рекомендовать или не рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. В ходе дискуссии также будут рассмотрены заявки на вступление Молдовы и Грузии. Новые кандидаты на вступление могут официально появиться по итогам саммита Евросоюза, который намечен на 23-24 июня. Соответствующую заявку, напомню, президент Владимир Зеленский подписал еще 28 февраля, на четвертый день российского вторжения. В Евросоюзные двери Киев стучится давно, но много лет ему неизменно отказывали, ссылаясь на недоразвитые институты, правовую систему и вообще, мол, слишком Украина бедная и недостаточно демократичная для ЕС. С началом войны, с одной стороны, богаче страна точно не стала. С другой, конечно, у Киева появился мощнейший козырь. Статус хотя бы кандидата на вступление многими теперь рассматривается как необходимый минимум моральной поддержки со стороны Брюсселя на фоне вторжения из России. Но поскольку такие решения в Европе также должны приниматься консенсусным методом, сомнения в том, что оно пройдет, мягко говоря, остаются немаленькими и сейчас. И вот сегодня их подтвердило информагентство Bloomberg, которое со ссылкой на свои источники сообщило, что против Украины кандидатки выступили как минимум Дания и Нидерланды. Дания, в частности, заявляет, что Украина недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию с верховенством закона, правами человека, уважением и защитой меньшинств. Это все сообщает Bloomberg. И Киеву, как пишет агентство, потребуется, цитата, «принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу». Из известных Bloomberg позиций других стран. Италия, по его данным, поддерживает решение о предоставлении Украине статуса кандидата. Польша, Ирландия и Балтийские республики отметили, что хотят, чтобы лидеры ЕС приняли решение в пользу Украины. Германия заявила, что результатом может быть некий условный статус кандидата под гарантией каких-то будущих действий. Также колеблется и Франция. Эстония при этом подчеркнула необходимость дать Украине надежду. Как о варианте такой надежды, в Париже ранее заикались о некой форме союза Украины с Польшей, Прибалтикой и Великобританией. Упаси боже, не как об альтернативе Евросоюза, а скорее как о разминке на пути к нему. В Киеве, впрочем, этот вариант категорически отвергают. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, выступавший на прошлой неделе в Бундестаге, подчеркивал, что Киев не требует к себе никакого особого отношения в связи с войной и готов полностью выполнить все Кпенгагенские критерии для членства. Они, напомню, требуют, чтобы в государстве, которое претендует на вступление в Евросоюз, соблюдались базовые демократические принципы права человека. Также в стране кандидатки должна присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика и должны признаваться общие правила и стандарты ЕС. Включается дата «Приверженность целям политического, экономического и валютного союза». Правда, что касается валютного союза, многие страны ЕС преспокойно не входят в еврозону, да и Шенген там тоже, как колхоз, дело добровольное. Через тернии к звездам рвется не одна Украина. Сегодня же канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Сербия никогда не вступит в Евросоюз без признания независимости Косово. А если тут вспомнить еще про застрявших на пороге НАТО Финляндию и Швецию, которым выкручивает руки Турция, которая недовольна тем, что Стокгольм приютил у себя слишком уж много курдских политиммигрантов. Ну вот, становится совсем как-то невесело. Пока дипломатия буксует, с военных фронтов сообщают о некоторых подвижках. Главное управление разведки украинского Минобороны отрапортовало о контрнаступлении в Херсонской области. Далее цитирую. «Оккупанты потеряли часть временно захваченных территорий и понесли при этом потери в живой силе и технике. Пытаясь остановить украинских воинов, российские захватчики срочно строят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения». Конец цитаты. По самым оптимистичным для нее оценкам, украинская армия вышла к дальним уже пригородам Херсона, до центра, от которых остается всего каких-то буквально 12-15 километров. Напоминаем, впрочем, что в ходе любого военного конфликта официальные сообщения с обеих сторон склонны безбожно завышать свои успехи и потери противника. А вот проверить их с помощью независимой журналистики на земле становится, наоборот, крайне сложно, а часто и вовсе невозможно. Вот и президент Украины Владимир Зеленский вчера поздно вечером в тон Минобороны в своем обращении заявил, что украинские вооруженные силы развивают контрнаступление в Запорожье. Но вот о каких именно идет речь о успехах там, он не конкретизировал. В сводке Генштаба о Запорожье при этом одновременно говорится лишь, что там, цитата, «обстановка не менялась». Зеленский также сообщил, что украинская армия, цитата, «постепенно продвигается вперед на Харьковщине, освобождая нашу землю» и, цитата, «держит оборону на Николаевском направлении». Российская армия, напомню, оккупировала значительную часть Запорожской области, которая прилегает к Азовскому морю, в том числе города Мелитополь и Бердянск. Сам областной центр при этом остается под контролем Украины. Однако каждый день на фронте, по оценке советника главы офиса президента Михаила Подоляка, погибают от 100 до 200 украинских военных. Чиновник настаивает, что Киеву, чтобы достичь паритета с огневой мощностью русских, необходимо срочно до 300 ракетных систем из стран Запада. Пока же Россия, судя по всему, как ни в чем не бывало, готовится проводить в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье референдумы о присоединении к России. И источники издания «Медуза» сообщают, что по самым оптимистичным расчетам эти референдумы, эти мероприятия могут пройти в середине июля, а более реалистичный срок, с учетом ситуации на фронтах, 11 сентября, когда в России пройдет единый день голосования. Входить в сети территории в Россию предполагается, что будут на правах нового федерального округа, руководить которым будут, по данным источников «Медузы», не местные кадры, а присланные из России. Ставленники замглавы администрации президента Сергея Кириенко. В Европе же тем временем снижается уровень поддержки беженцев из Украины. О проблемах с ресурсами и коммуникацией говорят не только российские пропагандисты, но и волонтеры, которые непосредственно работают на передовой. К такому неожиданному и неутешительному выводу пришла новая газета «Европа». От тех, кто интересуется этой темой, подробнее отсылаю к подкасту на Ютубе «Что нового» новой газеты. Выпуск свежий под названием «Помощь беженцам закончилась. Что происходит с украинцами в Европе». Что касается поддержки украинских беженцев в Германии, то тут свежие данные таковы. Немецкие школы приняли уже более 133 тысяч учеников из Украины. Их число выросло почти на 8 тысяч только за последнюю неделю. Об этом сообщает ведомство по вопросам образования. Большинство украинских детей, бежавших от войны в Германию, обучаются сейчас в федеральных землях Бавария, Северной Рейн-Вестфаля и Баден-Вюртенберг. Еще около военной новости. В ДНР двух взятых в плен иностранных наемников из США и Марокко приговорили к смертной казни. При том, что никаких военных преступлений им не вменяется. Просто участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Самой Украине начальник антикоррупционного ведомства Александр Новиков рассказал журналу Forbes, что родившийся во Львове российский мярдер Михаил Фридман консультируется сейчас якобы с властями Украины о получении украинского гражданства. Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, для Виктора Виксельберга, добавил Новиков. Официального подтверждения этой информации от Фридмана, впрочем, пока не поступало. Тем временем в России, если верить данным опросов в ЦИОМ, деятельность президента Владимира Путина в настоящее время одобряют почти 79% россиян, тогда как в первые дни проведения так называемой специальной военной операции рейтинг одобрения находился на уровне 70,4%. Схожим образом вырос рейтинг доверия Путину. Однако, чтобы его недоброжелатели не узнали, не делали самому Путину какие-то специальные операции и другие муфляции, Федеральная служба охраны идет на чрезвычайные меры, пишет со ссылкой на данные разведки издания «Паримач». Журналисты поделились откровениями, что в зарубежных поездках Путина сопровождает специально обученный человек, который собирает его мочу и кал, который потом репатриируется на родину и там утилизируется, чтобы никто не мог, зайдя в туалет после Путина, узнать что-то лишнее о состоянии его здоровья. Теперь, дорогие слушатели, каждый раз, когда вам кажется, что вас достала ваша работа, вы знаете, что делать, кого вспоминать и с кем себя сравнивать. Кстати, пользователи Рунета уже примерно подсчитали, по открытым данным о зарубежных визитах российского первого лица за годы его президентства, и ехидны пишут, что кал Путина путешествует чаще, чем 95% россиян. А ведь в обозримом будущем эта частота путешествий будет только снижаться, делать это в России становится все сложнее и дороже. Вот, например, Аэрофлот сегодня из соображения экономии заменил на своих рейсах баночки Кока-Кола на напитки Пепси из больших бутылок в разлив. А в бизнес-классе вместо шампанского Монтадон Брюд стоимостью около 20 евро за бутылку теперь будут предлагать Просека Вальдобьедена Супериоро Джароро Руджери, попроще, стоимостью от 10 евро. А ведь в некоторые районные страны в этом курортном сезоне, кажется, добраться самолетом так и не получится. Известия со ссылкой на туроператоров пишут, что на первые два месяца лета, то есть до конца июля, билеты на прямые поезда в Крым из Москвы полностью раскуплены. Поездом на данный момент можно добраться только со стыковкой в Краснодаре или Анапе. И это не ажиотажный рост спроса такой на путевке в Крым, это просто поезда не справляются с перераспределением турпотоков. Симферопольский аэропорт, напомню, как и еще 11 воздушных гаваней Юга России, закрыт с начала марта и откроется неизвестно когда. Да, работают в регионе пока разве что аэропорт Сочи и кавказские аэропорты Грозный, Мачкала и так далее. Но есть и, как говорится, хорошие новости и признаки стабилизации. Центробанк России снизил ключевую ставку с 11% до 9,5 годовых. Это как раз уровень до начала войны. В Центробанке отметили, что хотя внешние условия для российской экономики остаются сложными, замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности в меньшем масштабе, чем регулятор ожидал в апреле, когда в прошлый раз ставку повышал. Ключевая ставка, напомню, это такая ставка, под которую ЦБ кредитуют все остальные банки в экономике. Чем она выше, тем деньги дороже. Это отлично сбивает инфляцию, но заодно тормозит и весь экономический рост вообще, так как запредельно дорогими становятся кредиты и для физлиц, и для бизнеса. Чем ставка, наоборот, ниже, тем активнее разогревается экономический рост, но вместе с ним неизбежно разгоняется и инфляция, а заодно слабеет курс национальной валюты. Рубль, напомню, тем временем сегодня укрепился уже до менее чем 57 за доллар и менее чем 60 за евро. Что касается комиссий, отрицательных ставок и прочих поборов с держателей валюты на счетах в российских банках, о которой я предупреждал вчера, сегодня глава ЦБ Эльбера Набиулина пригрозила банкам. Ее ведомство, мол, внимательно смотрит на введение комиссий по валютным счетам, а в случае, если это делается по уже действующим вкладам, а не по вновь открывающимся, то это, по словам Набиулины, будет считаться нарушением закона. Также, согласно главе ЦБ, речи не идет о принудительной конвертации валютных счетов россиян в рублевую. Тут главное не вспоминать Ельцина. С его категорическим дефолта не будет за считанные часы до дефолта в 98-м. И продолжаются аресты. Сегодня стало известно о том, что арестована дача журналиста Александра Невзорова на берегу Финского залива в Ленобласти. Сам Невзоров заблаговременно уехал из России и указом президента Владимира Зеленского уже получил гражданство Украины. А вот на первой родине его заочно арестовали по делу о дискредитации армии. По признанию самого Невзорова, из ценности в арестованном доме лишь обширная библиотека и доживающий свой век жеребец. Журналист известен страстью к коневодству. Жеребца, впрочем, пока не арестовали. Меньше повезло экс-префекту Северного административного округа Москвы и бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю. Как сообщает РБК, со ссылкой на источник в силовых структурах, Митволя задержали в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним организацией на строительство метро в Красноярске. В этот город Митволя, кстати, уже и этапировали. Сатирическое издание «Панорама» откликнулось на все происходящее новостной заметкой «В квартире Олега Митволя при обыске обнаружили пропавшую линию Красноярского метро». И немного тревожных новостей из дома, эпидемиологических. Первый случай у спообезьяновы ювели в соседней Польше, а в Берлине число известных заболевших подскочило до 110 случаев, хотя еще вчера их было 82. Правда, госпитализированы по-прежнему всего 14 пациентов в столице и 131 по всей стране. По числу заболевших обезьяньей оспой Берлин по-прежнему удерживает печальную пальму первенства. Да простят меня за этот каламбур. Институт Роберта Коха, впрочем, успокаивает, что вспышка во что бы то ни стало останется ограниченной, поскольку слишком тесно и необходим для передачи вируса контакт физический. Также возможен и половой путь передачи, причем в этой вспышке он, как считают эпидемиологи, играет ведущую роль. Постоянная комиссия по вакцинации теперь рекомендует вакцинацию для определенных групп риска. Но не только оспой единый. Наконец у нас стартуют выходные, а с ними и Берлинская биеннале. Открытие форума современного искусства в 19 часов. Девиз фестиваля, проходящего сразу на нескольких площадках в этом году, «Steel Present», что можно перевести примерно как «все еще здесь». Кураторы призвали к диалогу с городом и его публикой, интересующимся искусством. И не все же нам быть, согласитесь, столицей только политиков и обезьяньи оспы. Биеннале организована Институтом современного искусства и финансируется Федеральным фондом культуры Германии. Основной куратор биеннале в этом году, знаменитый французский художник алжирского происхождения Кадер Атья, продлится форум до 18 сентября. И о погоде. Сегодня вечером в Берлине плюс 18-23, завтра утром от 16 градусов, днем до 25 выше нуля и переменная облачность. Вы слушали «Большие новости» с Андреем Шашковым на радио «Голос Берлина». Оставайтесь с нами. «Большие новости» с Андреем Шашковым. С понедельника по пятницу в 18 и 19 часов на радио «Голос Берлина».